Брянские власти на заседании Малого Совета, Горсовета заявили, ну в частности Хлеманков и Макарова, о том, что Брянский рынок закрывается, он убыточный, а те люди, кто там работает, там их 40-70 человек, пусть идут на улицу. Вот, конечно, нас это очень здорово возмутило, как так, ведь у нас на рынке работает около, сегодня около 2000 предпринимателей, и мы платим около 20 миллионов в месяц аренды. А где она? А они показывают 40 тысяч. У нас вместо того, чтобы прийти на рынок, глянуть, сколько мест, сколько людей там и так далее, понимаете, гонят просто и все люди. Это мы считаем, что к власти пришли, ну как вам сказать, наверное, казнокрады, я не утверждаю, но Хлеманкова ждет, мне кажется, участь Смирнова и Денина вместе с Макаровой. Нам самое главное, чтобы власти не мешали, понимаете как, чтобы не мешали, мы будем платить деньги, будем и аренду платить, мы заплатим и все бюджеты, мы платим и в соцфонды. Но власть, чтобы не мешала, ведь что такое рынок, это и город весь туда едет, и близлежащие районы. Мы аренду уменьшим, мы, значит, сделаем и зимние овощи, фрукты, мы сделаем 50 рублей, 50 рублей стоянка машин со всех колхозов, а нас сегодня там обыдрали как липок. Аренда выросла по сравнению с Денинскими временами в 4 раза, а Денин и Смирнов вот так себе били у нас там, у нас есть съемки, вот так себе били в грудь и все заявляли, что мы аренду не повысим, вот в 4 раза. Дальше. Вожу я сыр, заплати, иду в туалет, заплати. Штрафы. То есть аренду мы платим авансом. Если до 5-го ты не заплатил, то уже с 6-го за еще не предоставленную услугу ты обязан заплатить штраф 2%. В месяц это 60%, а в год это 700%. Игиловцы так не поступают. А в нас к нам и не ходят. Марш, 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 русский марш, собирает на марш всех неуничтоженных войной. Марш, 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 русский марш, он закончит шабаш тех, кто издевался над страной. Вот они полетели, да. В 2009 году, я напоминаю властям, что в 2009 мы запускали такие же шарики Денину и Смирнову, но они не сели с нами за общий стол. И сегодня они сидят уже в другом месте. Чтобы они видели, что мы все вместе, а не просто говорим по-одному. Действующий директор центрального рынка Моисеев и его команда, так называемые москвичи, пытаются окончательно забрать в рынок частную собственность. При активной поддержке администрации города, депутатов городского совета, язык не поворачивается, назвать их советом народных депутатов. Большинство из которых враги этому народу и при молчаливом согласии правоохранительных органов. Решаются гораздо выше уровня местных властей. Здесь им приходится исправлять эту ситуацию, а нам приходится им помогать. Поэтому здесь нужно брать немножечко выше, чуточку выше. Мы, перевозчики Брянской области, обращаемся к президенту, так как в соответствии со статьями 80, 82 и 85 Конституции Российской Федерации, президент является гарантом Конституции Российской Федерации прав и свобод человека и гражданина. При вступлении в должность президент дает присягу, клянусь, при осуществлении полномочий уважать и сохранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу. Президент Российской Федерации вправе приостанавливать действия актов органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в случае противоречия этих актов Конституции Российской Федерации и федеральным законам. Мы, участники акции протеста в городе Брянске, обращаемся к президенту и правительству с требованием отменить постановление правительства 504 и статью 31.1 ФЗ-257 движения транспортных средств, имеющих максимальную массу свыше 12 тонн по автомобильным дорогам общего пользования федерального наследства.